Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно выйти в очередной раз в эфир с информационным блоком от Славянской Церкви Адвентистов 7 дня города Сакраменто. Хочу поблагодарить всех тех, кто молился за нашу поездку. Кроме того, что мы смогли чудесно отдохнуть в прекрасной компании, это была еще возможность поделиться Словом Божьим, поразмышлять над истинами из Библии, которые касаются и наших взаимоотношений друг с другом, и наших взаимоотношений с Богом. Большое спасибо еще раз всем, и надеюсь, что мы обязательно узнаем, каким был на самом деле результат этих встреч и этой поездки. Еще раз большое спасибо всем вам. Ну что ж, несколько слов о предстоящем служении, которое ждет нас уже в эту субботу. По Божьей милости проповедовать буду я, и так как мы с вами живем в период пасхальных праздников, у нас была еврейская Пасха, католическая Пасха, в это воскресенье будет православная Пасха, конечно, я же хотел бы тоже коснуться этой темы. И поговорим мы о том, а был ли другой вариант, был ли другой план у Бога отношению нас с вами и вообще вопроса спасения. Поэтому приглашаю вас не пропустить это служение, надеюсь, это будет благословением для каждого из нас. Заканчивать свою работу избирательный комитет, и по Божьей милости в эту субботу мы представим уже результаты нашей работы. Каждый из вас сможет ознакомиться со списком людей, которых мы предлагаем на служении на очередной отрезок времени в нашей церкви. И большая просьба, чтобы до понедельника вы прислали свои замечания, если они есть. Что я имею в виду замечания? Если у вас есть замечания по поводу каких-то кандидатов, то есть не предложения, а именно замечаний, возможно, мы что-то не знаем, а вы об этом знаете, поэтому, пожалуйста, если у вас будут какие-то замечания, важно что сделать? Важно, чтобы вы написали мне смс-сообщение. Дорогой пастор, я бы очень хотел встретиться с избирательным комитетом. И тогда в понедельник вечером мы сможем с вами встретиться и обсудить те замечания, которые у вас есть. Поэтому, пожалуйста, когда вы получите информацию о людях, которых мы предлагаем на служение в нашей церкви, у вас будет возможность до конца воскресенья, то есть до воскресенья вечера, написать мне сообщение и сказать, что у вас есть какое-то замечание. Также, если все будет хорошо и мы решим все вопросы по поводу людей, которых мы предлагаем на служение, то через субботу у нас будет членское собрание, на котором мы как раз и будем голосовать за состав служителей нашей церкви на очередной срок. Еще у нас есть один очень важный вопрос, который мы хотим обсудить на членском собрании. Это вопрос второго пастора или в Америке есть такое положение associate pastor для нашей церкви. У него будет направление работы с молодежью, детьми нашей церкви. У нас есть предложение от Совета Церкви, так как конференция открыла позицию еще одного пастора для нашей церкви. И в эту субботу мы представим наши предложения, будем обсуждать это и будем голосовать. Если все будет хорошо, то в ближайшее время у нас будет еще один пастор в нашей общине. Поэтому, пожалуйста, спланируйте ваше время и ваши поездки таким образом, чтобы и в следующую субботу, и через субботу вы будете в церкви, чтобы принимать активное участие в жизни и деятельности нашей с вами общины. Молитвенные просьбы, с которыми хочу к вам обратиться. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Козаренко, за Валентину Жигайлов. Продолжаем молиться за Ларису Подоляка, за Алину Бегас. И новые люди, которые есть в моем списке, это Юрий Руссу и Надя Белая. Юрий Руссу сделали операцию на позвоночнике, у него были проблемы со спиной. Надя Белая заменили коленный сустав, и они оба сейчас в процессе восстановления. Поэтому, пожалуйста, я прошу, чтобы вы молились за всех братьев и сестер, о которых я только что сказал. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за то, чтобы война в Украине прекратилась. Поэтому, пускай Бог услышит наши молитвы, будет добры и близок к каждому, кто веряет ему свою жизнь. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалон 15, 7 по 8 стихи. Очень чудесные тексты, которые говорят нам о том, что Бог всегда рядом. Какими бы ни были наши жизненные обстоятельства, Он всегда по правую руку от нас. Поэтому, пускай и наша вера никогда не поколеблется. Всего вам хорошего, дорогие друзья, Божьих вам благословений, и до встречи уже в эту субботу.